Веда день 27 августа родились. Федор Мартенс – крупнейший юрист и международник XIX века. Петр Врангель – политический военный деятель, лидер Белого движения. В этот день, 27 августа 1783 года, из Охотска к берегам Северной Америки вышла экспедиция купца и первопроходника Григория Шелихова. 27 августа 1919 года был принят декрет о национализации кино- и фотопромышленности в стране. С 1979 года эта дата отмечается как День советского кино. 27 августа 1957 года в СССР осуществлено испытание первой в мире сверхдальней многоступенчатой баллистической ракеты. 27 августа 1959 года в Советском Союзе принят закон о награждении выпускников школ медалями. История награждения медалями самых прилежных учеников началась еще при императрице Екатерине. Она утвердила устав народным училищем в Российской империи уездных и приходских в 1786 году и были впервые введены школьные медали. Кандидаты в медалисты, кроме успехов учений, должны были отличаться усидчивостью, благонравием и аккуратным внешним видом. Драчуны и задиры, даже если они знали все предметы на высшие баллы, не могли претендовать на медаль. Так что помешать получить награду мог даже непослушный вихор на голове ученика. Имена и фамилии тех, кто заслужили медаль, заносили в специальную почетную книгу. А еще медалисты получали ценный подарок – учебник в переплете из кожи, подписанный самим директором учебного заведения «Ценный подарок». Сначала не было единого вида медалей, и каждое учебное заведение делало их на свой лад. Золотые и серебряные медали изготавливали из драгоценных металлов. И только в 1835 году Николай I утвердил единый внешний вид награды. Называлась она «За успехи в науках». Одна сторона медали была украшена двуглавым орлом. На другой стороне была другая мудрейшая птица – сова со свитками и глобусом. Надпись гласила «Преуспевающему», потому что предполагалось продолжение образования. А медали с надписью «Преуспевшему» выдавались только после окончания университета. Гимназические медали не изменялись до самой революции. Золотая медаль имела диаметр 33 мм и изготавливалась из золота самой высокой пробы. Серебряная была на 10 мм больше. В 1870 году после утверждения положения о женских гимназиях право на эту награду получили и девушки. Надо отметить, что медали присуждали ученикам независимо от сословия и положения в обществе. После революции награды были отменены. Различные комиссариаты и советские ведомства стали поощрять лучших учеников похвальными грамотами. Золотые и серебряные медали были объявлены мещанством. И только ближе к 60-м годам решено было возвратить медали. Но наградам умышленно не была придана ценность. Они стали символическими. В изготовлении медали использовали позолоту и серебрение толщиной в 3 микрона. 27 августа 1959 года были утверждены образцы медалей и единые бланки аттестатов. Интересно, что при награждениями не учитывались оценки по пению, черчению, рисовании и физкультуре. Представлял ученика к медали «Педсовет», а решение принимали областные отделы народного образования. Награжденные золотыми и серебряными медалями имели право поступления в высшие учебные заведения СССР без части экзаменов. Так что в этом смысле ценность медали была очень высокой. Имя первого медалиста царской России история не сохранила. А золотая медаль номер один в новую эпоху была вручена ученику одной из старейших школ Москвы 110-й Евгению Щукину в 1962 году. Щукин поступил в МГУ на физический факультет и окончил его с красным дипломом. В 1967 году Евгений Дмитриевич стал профессором МГУ, а в 1984-м его избрали в Национальную инженерную академию США. Неожиданно для всех, в том числе и для учителей, в 2013 году вступил в силу новый закон об образовании, который отменил награждение выпускников школ золотыми и серебряными медалями. Отмена наград вызвала бурю возмущения. Подписывались петиции буквально всем составом преподавателей, родителями учеников и неравнодушными гражданами. Госдума приняла поправки к закону, и уже через год традиция, которая имеет почти двухвековую историю, была возрождена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова